Доброго дня всем! Вы рождены в этом мире, чтобы быть тем, кем хотите, чтобы иметь все то, что вы желаете. Для того, чтобы это стало реальностью, нам нужно научиться правильно формулировать наши цели. Для того, чтобы цель при исполнении ее принесла нам счастье, проверьте, как вы себя чувствуете, когда вы уже достигли ее. Например, как вы себя чувствуете в окружении кучи денег, в окружении безграничного ресурса? Вы уже притянули все то, что хотели. Какое у вас ощущение? Есть ли необычайный эмоциональный подъем, радость, ликование от того, что вы достигли желаемого? Или есть примесь каких-то других ощущений? Представьте себе это эмоциональное состояние. Это состояние радости от того, что вы уже получили заветные суммы. Нужно поддерживать это состояние достаточно долго, до тех пор, пока в жизни это не станет реальностью. Если же вас не воодушевляет то, что получилось в вашем представлении как результат, возможно, для вас важнее свобода. Поэтому так нужно и очень важно правильно ставить цели. Представьте, что вам 12 лет, у вас вся жизнь впереди. Помечтайте, что бы вы действительно хотели. Помечтали? Откуда возникают наши желания? Они возникают из окружающего мира. Наш мир настолько разнообразен, что хочется попробовать и это, и то, хочется попробовать все. Но желания становятся реальностью, когда они обретают форму целей. Бог, Бог, Высшая Сила, или какая-либо еще Высшая Сила, сразу начинает воплощать ваши желания в материальную форму. Как только они сформулированы. Надо поддерживать эмоциональное состояние радости и счастья от того, что желание осуществилось, достаточно долго, прежде чем оно действительно осуществится. Ваше сознание передает информацию о том, что вы этого хотите, в подсознание. А подсознание непосредственно божественным силам, которые приступают к реализации. Поэтому, после того, как Вы проверили, ваше ли это желание, надо каким-то образом закрепить его, лучше всего записать на бумаге. Многочисленные исследования показывают, что незаписанные цели перестают быть таковыми. Есть такое понятие, как временной буфер. То есть количество времени от того, как Вы это желание загадали, до того, как оно начнет воплощаться. И еще два важных момента. Это действительно Ваше четкое намерение идти в этом направлении и вера в то, что это произойдет. На самом деле, для каждого человека это действительно только вопрос времени. Когда Вы перейдете в новую реальность? Если Вы достаточно целенаправленно мечтаете о ней. Что означает для Вселенной, что Ваша вера достаточно сильна? Я Вам приведу маленький пример. Сравните два случая. Случай первый. Когда кто-то пообещал Вам отдать деньги, и Вы знаете, что когда-то он их отдаст. И Вы хотите получить эти деньги. И второй случай, когда он говорит, да, я перевел Вам эти деньги на счет, просто подождите три дня, пока они придут через банк. И вот это ощущение реальности происходящего, это то, чего Вам нужно придерживаться. Говоря иными словами, хотеть желаемого, это значит декларировать Вселенной, что у Вас этого нет в настоящий момент. То есть Вам нужно переключиться в новую реальность, совершить квантовый скачок, как если бы Вы уже были там, и декларировать то, что Вы уже ощущаете своим. Понимаете разницу? Все в нашей жизни – это результат задуманных желаний. Мы встаем рано утром и говорим, о, я хочу попить чай или кофе. И это наше желание дает импульс к возникновению этой реальности – чая, кофе, завтрака в нашей жизни. А теперь я хочу сделать это. И Вы идете и делаете. И так постоянно. Почему же Вы считаете, что более объемные желания не могут реализоваться? Конечно же могут. Но вероятно, если у Вас нет такого опыта, Вам трудно будет сразу управлять Вашей недвижимостью в миллионы долларов стоимостью. Может быть, сначала попробовать с небольшого дома или небольших апартаментов, которые Вы легко сможете содержать. Тогда эти желания не будут вызывать у Вас страх не стать реализованными. Потому что Вам легко представить, каким образом Вы начнете жить в Вашей этой новой реальности. Говоря иначе, будьте реалистичны. И еще один вопрос. Что даст Вам исполнение желаемого? Например, возможно, Вам нужны не деньги, а власть. Или, возможно, Вам нужны не деньги, а свобода передвижения в том качестве, в котором Вы привыкли и хотите передвигаться. Возможно, Вам нужен тот комфорт, который предоставит Вам выполнение желаемой поставленной цели. Может быть, есть смысл поразмышлять о том, каким образом достичь всех этих состояний на постоянной основе. Итак, для того, чтобы утвердиться, что эта модель реальности Ваша и Вы хотите туда, Вам нужно задать себе вопрос, если я приму для себя эту модель реальности и предприниму усилия для того, чтобы в нее переключиться, поможет ли мне это сделать мою жизнь и жизнь близкого для меня окружения, моих любимых, лучше, счастливее? И прежде чем закончить, я хочу Вам сказать еще кое-что. Если ответы на все эти вопросы «Да», смело приступайте к реализации желаемого. Всем-всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok